МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утечка на сетях холодного водоснабжения на пересечении улицы Невская и Молодогвардейская. СКС работают на месте. Об этом в своем телеграм-канале сообщает руководитель управления информационалитики мэрии Самары Елена Рыжкова. Профессиональный праздник сегодня отмечают работники прокуратуры. Их поздравили президент России Владимир Путин, губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елены Лапушкины. Сегодня, как и во все времена, органы прокуратуры играют ключевую роль в укреплении российской государственности, законности и правопорядка. Компетентность и профессионализм, верность служебному долгу, принципиальность и ответственность – основы успешной деятельности. От работников прокуратуры зависит эффективная защита законных прав и интересов наших граждан, борьба с правонарушениями и коррупцией. В Жигулевске 12 января завершились ремонтные работы на поврежденном участке теплосети, сообщили в администрации города. Напомним, накануне на теплотрассе на улице Марквашинской произошел порыв. Без отопления и горячей воды остались две школы и 20 многоквартирных домов. Жители могли обратиться за отопительными приборами для обогрева квартир. Кроме того, для всех желающих работал пункт временного размещения, где людям предоставили горячее питание. По данным оперативного штаба, специалисты к 4 утра заполнили теплосети, потом начали давать тепло в дома. В Самарской области продлили ограничения движения на участке трассы Самара-Бугуруслан. Как уточнили в региональном министерстве транспорта, дорога будет закрыта до 31 декабря текущего года. Ограничения связаны с аварийным состоянием моста через реку Большой Кенель. В Самарской области из-за метели и сильного ветра 12 января закрыты несколько участков трасс, сообщили в региональном агентстве по содержанию автомобильных дорог общего пользования. В Нефтегорском районе движение транспорта ограничено на дороге Самара-Оренбург, Песчаный дол, Каменный дол. В Кенель-Черкасском районе движение закрыто на трассах Кенель-Черкассы, Урал, Кабановка, Богородская, Кенель-Черкассы, Урал, Большой Сарвай, а также на дороге Отрадный-Первомайский. В Ставропольском районе закрыт проезд по дороге Ташолка, Тольятти, Димитровград. Также продлили запрет для движения больше грузов на трассах обход города Сызрани с выходом на М5 Урал и Самара-Бугуруслан. Автоваз поставил более 100 автомобилей «Лады Веста» для автобарка Госдумы, сообщили Рео Новости со ссылкой на президента компании Максима Соколова. Также от Госдумы есть предзаказ на «Ладо Аура», которая будет запущена в серийное производство в сентябре. При этом первую партию новинки получит и Минфин. В России продажи легковых автомобилей за минувший год увеличились на 69%. В доле продаж более 30% приходится на отечественную «Ладо». В 2023 году россияне приобрели 324 446 вазовских автомобилей. По сравнению с прошлым годом, отмечать Новый год по старому стилю будут чаще. 13 января 2024 года удачно пришлось на субботу. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны. Так отмечать Старый Новый год планируют 32% россиян. В 2023 году было только 25%. Судя по комментариям, чаще всего речь идет не о масштабных застольях, а о легких домашних посиделках.